Привет, мои кицинские кицинские. Наконец-то я добралась до своих покупок. Разложила их на столе. Сейчас мы с вами маленький обзор сделаем. Вам расскажу, покажу цены. Поведаю, что, сколько и по чем. Так, значит, начинаем. Ананас. Ананас-йом. Вин стоит 90 гривен. 89 с копейками. Вот этот, который так же точно, как нам дарили наши мужчины на 8 марта. Экстра свите написано было. Я думаю, что будет вкусный. Будем пробовать. Так, дальше. Значит, вот такой вот окунь. Горячее копчение. Вот такой окунь за важен 70 гривен. Вот эта штучка. Ну, дороговато. Но, так как мы отмечаем 8 марта. И один раз в месяц мы приезжаем. Поэтому мы позволяем себе куплять вот такие вот деликатесы. Значит, а вообще килограмм такого окуня 219 гривен стоит. Ну, вот одну штучку нам на троих. Я думаю, попробовать всем по кусочку. Так, дальше. Сир Гарганзола. Вот этот кусочек стоит 70 гривен. Тут 150 грамм. Это производство Италия. Стоит, он было написано почти 90 гривен. Но была перечеркнута цена. По скидке заканчивается срок действия его. Поэтому они сделали скидку на него. Но он еще тиждень годный. По скидке. Гарганзола. Насколько я знаю, что это очень специфический. Он очень пахучий. Сыр. И вот, смотрите, он тут просвечивается. Бачите, он такой вот вроде как плесень там, или что там такое в нем. Ну да, как бы плесень. Понятное дело. Потом, значит, я купила вот такую вот любительскую колбаску. Ямка любит у меня, вы знаете. Вот этот кусочек заважив 113 гривен. А килограмм стоит 234 гривня. Любительская колбаска от фирмы Алан. Вот. Вот такие видры. Бачите, яка. Пустиняшка. Євочка наша тоже любит такую колбаску. Кошечка наша. Кстати, это Ева, мам. Так, дальше идем. Шампиньончики. Шампиньончики я не помню, скільки? Сейчас. 29,89 вот эта упаковочка. Тут 300 грамм их. Ну, то есть, грубо говоря, 30 гривень. Вот такая вот упаковочка. Я считаю, это нормально. Тоже, кстати, со скиткой было. Були они со скиткой. Так, теперь грейпфрути. Грейпфрути стоять, значит, килограмм стоять за килограмм 35-39. А тут три штуки получились на 46 гривен. Вот. 35-39 копеек. Ну, 35 гривень. Вот. Это все я в гривнях цени говорю. Гривня до доллара, чтобы вам, кто может не понимает в гривнях, если считать до доллара, у нас доллар 28 гривень, грубо говоря. Один доллар стоять 28 гривень. Так что вот эту цену, яку я називаю, треба просто разделить на 28 и получится цена в долларах. Поняли вы меня, да? Вот, если взять, например, эти самые грейпфрути, что я сейчас сказала. Вот они 46-79. Заважило три грейпфрута. Ну, грубо говоря, 47 гривень. Поделить на 28, это вам будет цена в долларах. Сколько три грейпфрута стоит в долларах? Ма, сколько я посчитаю? Ты же у нас калькулятор в уме все считаю. В ней просто профессионально это все. 47 на 28. Ну, грубо говоря, это почти 2 доллара. Менше, чем 2 доллара. Один и семь, говорит мама. Так. Имбирь. Значит, у нас имбирчик стоит сейчас. Цей кусочек стоит 56 гривен. Ну, тут він заважив 364 грамма. Він дуже тяжелый. И чувствуется, что він свежайший. Знаете, такий сочный будет. Вот. Вообще, килограмм стоит 154 гривня. Дороговато. Я считаю, что дороговато. Каже мама, что это уже дешево, бо був 190, коли в разгар пандемии. Ну, разгар продолжается, но он трошки в цене, оказывается, упал. Просто я еще говорю, что дороговато, потому что до пандемии, он вообще стоял там, я не знаю, сколько он до пандемии стоял. Ты же постоянно его купляешь. По 140, да. По 130, потом 150, сейчас 154. Так, дальше идем. Вот эти пундики я вам показывала там в супермаркете. В прошлом видео, вы же, наверное, смотрели это видео. Вот. Желешка, так вот, фрукты, залитые желе. Ну, это свежие фрукты, я очень люблю. Там и ананасы есть, и малинка, и смородина. Они так ароматные получается, эта смесь. Значит, вот такая одна коробочка стоит 26, ну, грубо говоря, 27 гривен одна коробочка. Ну, они плюс-минус варьируются, цена там буквально чуть-чуть, потому что оно на вес как бы продается. Ну, то есть вот тут 242 грамма заважило, а стоит воно 109 гривен килограмм. Ну, кажда коробочка немножечко отличается по весу, поэтому цена разная. Вот. А так, и вот такие вот тоже желешечки, залитые молочным желе, в середине кусочки фруктового желе, тут и киви, и яблочко, и ананасик, и там вот красненькие кусочки видно, видныются. Вот это вот тоже 21, 22, тире 25, виходит вот такая вот баночка. Вот. Так, дальше идем. Это вот эти вот пузики, лосося, горячее копчение, я не хочу просто руки пачкать, потому что будут пахнуть руки потом. А я еще вам скучу все показывать. Ну, поверьте, что это очень вкусно. Наверное, все-таки надо, сейчас я остановлю видео, и одену перчатку, и вытащу вам просто покажу. Это такая вкуснятина, вы себе не представляете, они нежнейшие, жирненькие такие, не пересоленые все, да, вообще в них очень вкусно, в сельпо они делают это, вот это вот, как окунь сюда беру, маме лососи, хребты из лосося беру, горячее копчение, они сами это делают сейчас. посмотрите, посмотрите, какая прелесть. Тут на них столько мяса, столько жира, я одну перчатку надела, чтобы потом рука не пахла. Вот это вот, оцей таки, ну сколько тут штук, тут шесть обрезочков, вот такие вот животики, шесть штук, вот они заважили на 31 гривню, а стоят они 109 гривен за килограм. Я считаю, это не сильно дорого, нормально, для такой вкуснятины, если мясо стоит 140, то вот эти животики лосося, они полезные и вкусные, ну конечно, копчение может не сильно полезное, но тем не менее, все равно, рыба есть рыба. Так, значит, сейчас я сниму перчатку, идем дальше, кивишечка, кивишку, я брала целой корзиной, стоит вона, возвращаемся к киви, кошек стоит 44 гривня, вот такой вот кошечек, тут довольно таки его, богато, каже мама килограмм, а как ты знаешь? Потому что я купила? А, потому что я купила. Да, тут килограмм, 44 гривни. Так, вот потом я взяла горчица америка, американская, а чего? Потому что вона не крепка, русская написано, крепкая горчица, а американская не сильно крепкая, написано, лагидный смак. Американская горчица стоит 7 гривен, лагидный смак, не гостра, 130 грамм. Так, дальше идем. Значит, вот такой вот кокос, 60 гривен стоит, молодой кокос, в середине вкусная водичка такая, я вам рассказывала в предыдущем видео, что в середине вот кокосовое молоко, так называемое, ну, как типа вот сок кокосовый, и там по стеночкам не сформировался орех, он такой, знаете, железо, желе подобный, кокосового, нижнейшего вкуса. Так, я их очень люблю, такие орехи, вот, и они, между прочим, не часто продаются, редко бывают, когда они в продаже. Так, потом вот у них очень вкусная выпечка, их личная, сельпо, сами они выпекают, вот, такий вот хлеб, крафтяр, называется, 392 грамма, вот, и это зависит на 25 гривен. Стоит он 64,99, то есть 65 гривен килограмм, вот, такий вот хлеб, я так его захотела, вы подивите, який он, ой, просто великолепный, мне так его захотелось, я думаю, с вот этими вот животиками, с пузиками в прикуску, так вкусно будет. Так, дальше идем. Потом, значит, вот так вот, мама любит очень вот такой вот палтус, я всегда ради нею куплю, конечно, он дорогий, дорогий. Ну, мы собі позволим к празднику, я вам говорила, что мы не часто це делаем, поэтому, вот, на 400 гривен мы взяли кусок палтуса копченого. Стоит он 1099 гривен килограмм, то есть 1100 гривен килограмм, заваживал тут кусочок на 374 грамма, ну, и оцей кусок на 411 гривен заважив. Ну, если перевезти это на сигареты, китюни, то это будет сколько, это будет, ну, 2 пачки сигарет, это 100 гривен. Вот посчитайте, сколько это будет. Это упаковка сигарет, вот. Короче говоря. Так, дальше, дальше, дальше. Вот, вот такие вот сосисочки. Кто-то меня помнит из вас, я не помню, кто точно, но помню точно, что кто-то из вас посоветовал сосиски с моцарелой попробовать. Я тогда попробовала, мне так они понравились. Я теперь их все в даблеру. Сейчас я скажу вам, сколько они стоят. Вес тут почти килограмм 997 гривен, ну, килограмм считайте. Стоят они 128 гривен. Вот эти сосиски, очень вкусные. Рекомендую, кто может побачить, вот такие, мне очень понравились. И они из моцарелы в среде. Их, когда разогреваешь в микроволновке или варишь в воде, они такие классные, такие вкусные, в меру соленые. Я понимаю, что это все, ну, скажем, неправильное питание. Но иногда, иногда можно. Иногда. Так, потом вот такие вот матрушечки, три штучки я взяла. Да, тоже они местного производства, сельпо сами выпикают. Одна ватрушечка 8 гривен стоя. Я три штучки взяла, 7 по ватрушечке. Вот, потом еще взяла половинку хлеба. Это хлеб называется риский. Ой. 15 гривен половинка такого хлеба стоит. 15 гривен. Ну, дороговастенько, конечно. Ну, он свежий. И там в середине у него зернишки в этом хлебе. Бачите, вот такие вот вкрапления. Там, по-моему, этот идет тмин. Потом вот такие, я дивлюсь, красненькие кусочки. Наверное, больше всего, что это или сушеная паприка, или сушеные помидорчики. Наверное, паприка больше всего. Вин даже через кульок пахнет. Так вкусно пахнет. Вот. И вот такие вот штрудель я взяла. Вин заважив на, сейчас я скажу, это 129 гривен килограмм стоит. Тут полкило. Вот он заважив на 66 гривен. Ну, тут чуть-чуть, может, плюс-минус, там, 518 грамм написано. 66 гривен заважив. Вот этот штрудель. Зяма дуже его любит с молоком. Поэтому я взяла. Ну, бутылку молока взяла до этого штруделя. Это ему на ночные пережоры, перекусы. Вот. Молоко стоит 34 гривня. Вот такая вот бутылка. И взяла бутылочку коньячку старой кахетти. Называется. Вин стоит 229 гривен. Очень, кстати, вполне хорошее соотношение цена-качество. Хоть цей трехзвездочный, если даже не трехзвездочный, а четырехзвездочный. Есть еще и трехзвездочный. Вин дешевле чуть-чуть. Вот я взяла четыре звезды. Зямка его просто обожаю. Вот именно вот этот вот коньяк. Так? Ну, и как бы еще вот такие вот довесок. 90 гривен – это 10 листочков сушеных водорослей нори. Я для перекуса собі беру, когда мне уже сильно-сильно хочется ночью. Прямо это самое. Я не могу удержаться. Они очень хорошо, между прочим, подавляют аппетит вот эти вот нори. Я не знаю, я кому. Мне они заходят только так. Я очень их люблю. Так, вроде бы все сказала. Вроде бы все. Единственное, что я вам не показала. Сейчас покажу. Сейчас я остановлю кадр и принесу, покажу вам подарок, який я теть Галле купила. Поздравить ей. Мама передаст. От меня поздравление. Вот такие вот пакуночок. С днем рождения. Сам пакуночок стоит 40 гривен. Вот эта вот упаковка. Значит, вот такие вот коньячок чайка. Украинский выродник. 7 лет выдержки. Стоит он почти 300 гривен. 297 гривен. Красиво упакованный. Тут вот написано историю его производства. То есть все. В общем, короче, типа подарочный. Сейчас я вам покажу, какой он в середине. Такая бутылка сама. Вот такая вот красивая бутылка. Вот чайка. Кто из вас помнит, такой коньяк. Представляете, его всегда выпускают. Потом долго его на рынке не было. Сейчас он появился, этот коньяк. В общем, такой вот коньячок. Я понимаю, что, может быть, для женщины надо было лучше вино купить или там шампанское в бутылку. Но я считаю, что коньяк полезней. Для расширения сосудов, эти все шампанские и все остальное, вино вина не любят. Поэтому я решила взять коньяк. До коньяка я взяла и вот эту вот коробочку конфет стрела, 80 гривен вона стоит. И вот такую вот баночку кофе. Так как вона еще до сих пор работает сторожем, как раз и кофе на работу будет самое то. А кофе стоит 72 гривни. Вот такая вот баночка. Тут 100... Сколько тут грамм? Яких 100? 48 грамм. То есть 50 грамм даже. Ну 50 грамм считайте кофе. Вот. Ну вот такие вот невеличкие презентики от нас с поздравлениями маминой подружки. Вона от нас передаст. Такие вот подарочки. Ну и все, пожалуй. Это все вместе. А, вот еще я маме вот такие ручки купила, потому что вона меня просила. В доме ручок немало. Вона же у меня кроссвордист. Ручки просто у нее улетают со скоростью звука. Я 4 ручки ей таки взяла. Одна ручка стоит 2,90. Ну, грубо говоря, 3 гривня. Вот. Все. Вроде бы все. Вот это вот все у меня получилось. За все про все. И еще, правда, мы не несли сюда, не заносили. Оставили в машине ананас. Еще туда, в Чернобиле я купила. И еще одну бутилку вот такого вот коньяка, чайка. Думаю, возьмем на всякий случай. Хай стоить, может когось поздравить. Надо будет с ним рождение. Ну, мало ли что, знаете, чтобы в доме было, как говорится. Вот. И вот этот весь чек у нас получился на 2,800. Я говорила 2,5, по-моему, в том видео. Я уже не помню, что я говорила. Я помню, что 2, чем-то. Получилось 2,800. Вот этот чек. Вот это все, что я вам показала. Цены бешеные. Просто бешеные. Вот. Ну все, кицынки. Отчиталась вам по полной программе. Буду сейчас это все раскладывать. И это же у меня получилось видео. Я сняла в этот же вечер, как мы и приехали. Просто выложу я вам его чуть-чуть позже. Вы подивитесь его трошки позже. Все. Мы будем сейчас раскладываться. Мама уже вся тут, как сказать, изнервничалась, ждала нас. Поэтому сейчас будем сидеть в вечеринке. И вам уже, что следующий влог будет про наш ужин. Все. Целую и люблю. Ваш Целион.